Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа «Семь минут». И сегодня мы будем говорить о том, что может создать нам праздничное настроение перед Новым годом. У нас в гостях Алексей Лавренев, руководитель губернского бала. Здравствуйте, Алексей! Насколько я знаю, вы практически каждому празднику стараетесь придумать что-то оригинальное. Я надеюсь, что-то новое мы увидим и от вас в том числе. В третий год в Рязани проходит традиционный маскарад, бал маскарад. И в этом году он впервые пройдет в музыкальном театре. Бал маскарад будет 14 декабря. Подготовка к нему уже идет. Поэтому 14 декабря впервые в музыкальном театре бал маскарад ждет нас всех. Я думаю, что, наверное, немногие себе представляют, как у вас проходит мероприятие бал маскарад. Наверняка все должны быть обязательно в маскарадных костюмах. И что они там будут делать в этих маскарадных костюмах? По одежде, да. Маскарад, он нам как бы намекает, что в образе каждого человека должна быть какая-то тайна. То есть это... Ну, тут широкий спектр. То есть в зависимости от того, какой образ человек возьмет. Это может быть маска, закрывающая все лицо. Или только маска на глаза. Или же это может быть боди-арт рисунок. Или если это целостный образ, который не подразумевает маску какого-то героя известного, который без маски. То это может быть и без маски, в принципе, когда полностью костюм. Может быть, там шляпа. Это слово маскарад. Ну, а слово бал нам показывает, что на этом празднике будут танцевать в том числе. Вот программа маскарада 14 декабря будет построена. Это первое отделение танцы. Потом концерт из фрагментов лучших, фрагментов мировой опереты, которую готовит коллектив музыкального театра. И потом продолжение. Это опять танцы. Параллельно будет еще несколько площадок для тех, кто предпочитает не танцы, а чем-то еще готов заняться на этом празднике. Ну, балл это всегда еще и игры. Это фотосессии. Это какие-то сюрпризы и так далее. Это все будет происходить параллельно. Алексей, насколько я знаю, вы всегда берете за основу какую-то определенную тематику у маскарада. В этом году что это будет? В этом году, поскольку это в музыкальном театре, это оперетта, то это будет вообще широкий спектр, если мы говорим о костюмах, и широкий спектр, соответственно, и тем тоже, которые будут. Но такая красная линия, это будет Италия. Это итальянский маскарад. Поэтому вот основная тема такая. И, соответственно, герои тоже. Они итальянские герои. Герои оперетты могут преобладать, скорее всего. А кто может стать участником вашего маскарада? И насколько важно, чтобы человек умел танцевать? Это же все-таки бал. В Рязани уже за последние пять лет вот эта сфера балов, праздников, где есть танцы, она очень широкой стала. И проходит много разных маскарадов. Поэтому каждый, я думаю, любой человек любого возраста и живущий в любом районе города, он может найти себе, где ему заняться. Я скажу, что у нас шесть студий. То есть это от самых маленьких в балетной школе МКЦ, которая, по-моему, с трех или четырех лет дети уже начинают заниматься танцами, в том числе исторические танцы. И до старших студий это Приоковские росы в ДК Приоковский, в Дашково-Песочни это в кинотеатре «Октябрь» занимается студия «Русский бал». Мы же, школа танцев губернского бала, ориентируемся в первую очередь исторически. Первый наш такой грандиозный проект – это губернский молодежный бал. И изначально он был рассчитан на тех, кому от 16 до 35 лет. То есть именно категория молодежи. Сейчас вот за пять лет эта категория расширилась, потому что кто-то повозрослел уже кому-то 35 лет и старше. У кого-то пришли родители заниматься. Сейчас это от старшеклассников до людей зрелого возраста, то есть 50 лет, 55 даже приходит. А по танцам, танцы, программа строится из трех частей состоит, танцы перемешаны. Есть танцы, которые вообще не требуют подготовки. То есть человек пришел, и всегда у нас какая-то часть людей приходит на все балы, вечеринки, маскарады, которые не имеют предварительной подготовки. Им тоже есть чем заняться. Я повторяю, что есть площадки другие, и есть те танцы, которые не требуют подготовки. Есть несколько танцев, которые состоят из двух-трех движений. И в принципе человек за одну репетицию или может по видео ВКонтакте в нашей группе «Губернский бал» посмотреть эти танцы. Есть танцы средней сложности, которые состоят из четырех-шести движений. И сюда же вальс относятся. Ну, вальс, понимаете, да, всем известен танец, король танца. Тут нужно потрудиться, да, чтобы делать именно вальсовые повороты. Несколько вальсов, они на этом основываются. И три танца в программе «Тамаскарада» будут, которые, ну, относительно сложные. И их за неделю не выучишь. Поэтому предположительно их будут танцевать именно те люди, которые занимались до этого танцами. У нас школа танцев «Губернского балла» работает круглогодично. Телефон школы танцев «Губернского балла» 510-456. И, в общем-то, любого человека мы можем сориентировать по его уровню подготовки. Ну, то есть мы с вами подводим черту. Даже если мы не умеем танцевать, мы все равно можем прийти к вам на карнавал и получить свою порцию новогоднего удовольствия. Да, есть категория людей, несколько человек, которые приходят на наши баллы поиграть в покер или в карты, в мафию. Это отдельная площадка, поэтому есть и такие, кто не танцует. Хотя по этикету, по старинному этикету, если гость пришел на бал, он хотя бы немножко должен потанцевать. Но при этом уже в 26 примерно лет люди переходили в категорию уже старых и не танцующих. Ну, в какое-то то же время. Поэтому тут какие из старых традиций возрождать, каждый для себя решает сам, что он уже в не танцующих. Некоторые, есть, кстати, вот в студии «Русский балл» есть человек, которому 82 года, и она танцует, продолжает активно танцевать на всех праздниках балла. Поэтому тут каждый для себя решает сам. Алексей, ну вот насколько я знаю, не только Новый год, но и другие праздники не обходятся без участия вашей школы танцев. Почему вы вообще вот взялись за это, за организацию каких-то небольших вечеринок, мероприятий, куда могли бы прийти не только ученики вашей школы, но и другие люди, для того, чтобы развлечься, потанцевать, пообщаться? Слоган губернского балла – это «возрождая традиции, строим будущее», потому что построить будущее невозможно, не опираясь на старые традиции. Россия – великая страна, с великой культурой. Поэтому просто взяв все сейчас с Запада и забыв, кем мы являемся, это значит, что разрушить себя – это во-первых. Во-вторых, то, чему у Европы как раз можно было бы учиться, что там больше помнят свои танцы, и те танцы, которые появились в 20 веке, они объединяют, то есть их танцуют на улицах, их танцуют в клубах. То, что сегодня преобладает в молодежной культуре, танцем назвать сложно. И поэтому явление, то, что в России сегодня вот такая культура существует, это отчасти вызов тем, что она в принципе существует, что она сохраняется, это вызов тем культурным тенденциям, которые сегодня не только у нас в России, но вообще во всем мире. То, что сохраняются парные танцы, что сохраняется вот это вот общение дружеское, которые люди же в этом движении приходят и остаются на долгие годы. То есть это общение, когда человек себя проявляет с лучшей стороны. То есть это такое целое общество, по-умному, горизонтальные связи. И у нас сейчас тенденции мировые, что общество, наоборот, атомизируется. Поэтому сохранение этой культуры и вообще это явление – это один из тех стержней, на которых держится сегодня общество, я считаю. Поэтому то, что мы делаем, я с десятками единомышленников, мы не можем не делать. Это здорово. Спасибо большое, Алексей, что вы сегодня к нам пришли. Я надеюсь, что люди, которые увидят нашу программу, присоединятся к вашему движению и будут вместе с вами возрождать традиции прошлого. Да, мы ждем всех. Мы губернский бал открыт для всех. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok